В прямом эфире главного информационного канала страны новости в студии Марат Ирназар. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok Касмжумар Токаев направил приветственное письмо коллективам Национального научного центра особо опасных инфекций имени Мазгута Айкимбаева и Национального центра биотехнологии. Цитата. Поздравляю коллектив двух ведущих отечественных научных институтов с большим достижением. Собственной разработкой диагностических тест-систем для определения коронавируса COVID-19. Уверен, что разработанные тесты помогут сохранить жизнь и здоровье тысячам казахстанцев, говорится в Телеграме. Глава государства также поблагодарил ученых за плодотворную работу, пожелал им благополучия и новых свершений. Сайт психологической помощи и поддержки населения во время карантина запустили в Казахстане. Получить консультацию могут граждане, находящиеся в условиях изоляции, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, подростки и дети. Сколько человек уже обратилось к специалистам и как людям удается пережить время на карантине, расскажет Бахаткуль Окасова. Карантин в условиях самоизоляции Татьяна Опенька пережила спокойно, без нервных срывов. После поездки в Москву жительница Нурсултана больше двух недель не выходила из дома. Поначалу эмоциональный дискомфорт был, но после девушка поняла, что не все так страшно и решила не тратить время, а провести его с пользой. Я не изобрела ничего нового, я просто делаю то, что я делать очень не люблю, но на что не хватало времени. Я очень многое сейчас читаю. И мы придумали интересную штуку с соседями, мы начали просто знакомиться наконец-таки друг с другом посредством окон. Да, мы просто смотрим друг на друга в окно, знакомимся, интересуемся как дела. В общем-то это достаточно интересно, узнать с кем же рядом ты живешь все-таки. Но организовать свободное время получается не у всех. Две недели в ограниченном пространстве для некоторых проходит тяжело. Поэтому в Казахстане запустили сайт для оказания психологической помощи в условиях вспышки коронавирусной инфекции. Портал разработали в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья при поддержке фонда ЮНИСЕФ. К специалистам могут обрадиться люди, находящиеся на карантине, пенсионеры, медицинские работники и даже дети с подростками. Конечно, с разрешения родителей. Сайт предназначен для трех групп коммуникаций. Первая группа без обратной связи, просто почитать информацию. И в информации этой содержится, что и как необходимо делать в той или иной ситуации. Вторая группа это вопрос-ответ, который предусматривает просто сообщение. Третья группа это онлайн-консультирование. За ночь сайт посетили больше двух тысяч человек. Люди оставили около 90 вопросов и лишь 10 заявки на онлайн-консультирование. В основном казахстанцы обращаются с такими проблемами, как бессонница, страх одиночества, чувство тревоги за будущее. Люди могут оказать психологическую помощь абсолютно бесплатно. У каждого есть возможность получить поддержку в самоизоляции. Хоть и виртуально. Бахытгулю Касова, Каната Бильдин, Хабар 24. Больше миллиона пользователей открыли электронные журналы в первый час работы дистанционного формата обучения в Казахстане. Это очень высокий уровень активности, сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова. Сегодня во всех общеобразовательных школах страны началась четвертая четверть. В условиях чрезвычайного положения в республике школьникам придется учиться дома. Трансляцию видеоуроков ведут сразу два телеканала «Балапан» и «Елярна». Кроме того, видеоматериал дублируется на сайтах этих телеканалов и электронной платформе «Белемленд». Но просмотром коротких роликов образовательный процесс не ограничивается. Педагоги всегда на связи с учениками. Для закрепления и освоения материала учителя будут рассылать дополнительные задания для самостоятельного изучения. Электронные журналы заполняются так же, как и раньше в обычных условиях. Учитель дает обратную связь, комментарии по мере необходимости. Поэтому еще раз напоминаю о том, что никто не должен заставлять заполнять, каким-либо образом заходить и так далее. Это должен быть естественный процесс, естественно проходить в каждой школе. Каждый педагог должен понимать, что его задача – это провести урок, занятие, выдать необходимый учебный материал и понять, насколько ученик понял пройденный материал, насколько проходит закрепление этой темы, для того, чтобы только-только на знаниях работали наши все занятия, которые сейчас будут проходить. Продолжение следует... В ООН заявили о вспышке домашнего насилия во время карантина. В своем видеообращении генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш заявил, что по мере усиления экономического и социального давления в последние недели повсеместно происходит глобальная вспышка насилия в семьях. По мнению генерального секретаря, странам необходимо включить меры по недопущению роста домашнего насилия в список приоритетных задач в борьбе с пандемией коронавируса. Гутерриш отметил, что в некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось. Пандемия коронавируса причиняет невыразимые человеческие страдания по всему миру. Я призываю положить конец насилию во всем мире сейчас. Все правительства должны включить положение предотвращения насилия в отношении женщин в свои национальные планы борьбы с COVID-19. В Испании уже третий день снижается число жертв коронавируса. Ежедневное число погибших на сегодняшний день самое низкое за прошедшую неделю. Так, впервые с 26 марта в течение суток умерло меньше 700 человек. Накануне премьер-министр королевства Педро Санчес заявил, что страна близка к прохождению пика заболеваемости коронавирусом. Тем не менее, он продлил введенный в марте карантин до 25 апреля, заявив, что эти меры спасают жизни и дополнительные две недели изоляции облегчат работу служб здравоохранения. Общее число умерших от COVID-19 в Испании 12 641 человек, а общее количество подтвержденных случаев заражения 131 464. Следуя совету наших экспертов и ученых, я заявляю, что карантин продлевается до 25 апреля. Европа, пострадавшая после Второй мировой войны, должна вынести уроки с этой пандемии, первой глобальной пандемии, которая нанесла сильный удар нашему континенту. Европа не может сдаться в этот раз. Снижение числа умерших от коронавируса наблюдается и в Италии. За минувшие сутки там скончались 525 человек. Это самый низкий показатель с 19 марта. Также отмечается снижение числа госпитализированных и требующих интенсивной терапии. Всего с начала эпидемии в Италии заразилось почти 129 тысяч человек. 15 887 человек умерли. В штате Нью-Йорк впервые сократилось число жертв коронавируса. Так, за последние сутки скончались 594 человека. А количество зараженных увеличилось на более чем 8 тысяч. Власти штата просят местных жителей не терять надежду и отмечают, что в минувшие несколько дней темп увеличения числа летальных исходов от COVID-19 начал снижаться. Общее количество смертей от коронавируса возрастает. Это плохие новости. На данный момент умерли 4159 человек. Но число смертей за последние несколько дней сокращается в первый раз. В свою очередь мэр Большого Яблока просит дополнительной медицинской помощи в течение недели. Напомню, США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. Самым опасным штатом по распространению инфекции остаётся Нью-Йорк. Очевидно, что мы находимся в эпицентре этого кризиса. Поэтому я обращаюсь к федеральному правительству и правительству штата с просьбой помочь нам быстро получить необходимую помощь. Королева Елизавета II призвала британцев собраться силами и не падать духом. В экстренном телеобращении она заявила, что Соединённое Королевство преодолеет коронавирусный кризис, если сограждане будут соблюдать единство. Между тем, в стране из-за COVID-19 умерли почти 5000 человек, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который находился на самоизоляции, теперь помещен в больницу. Подробности у нашего лондонского корреспондента Галымжана Караманула. Обращение было записано в Виндзорском замке одним-единственным телеоператором, который был в защитной экипировке. Это стало четвёртым специальным посланием королевы к народу за почти 70 лет правления. История помнит её обращение во время Второй мировой войны и после смерти принцессы Дианы. Мы должны утешиться тем, что хотя нам ещё многое предстоит пережить, лучшие дни впереди. Мы снова соединимся с нашими друзьями и семьями. Мы снова встретимся. А пока я шлю вам всем свою благодарность и самые тёплые добрые пожелания. Семья королевы не избежала критики в разгар кризиса. Особенно досталась её сыну принцу Чарльзу, который пренебрёг настоянием правительства оставаться дома и поехал в свою вторую резиденцию в Шотландии. В итоге он заразился коронавирусом. На днях 71-летнему наследнику престола доверили открыть новую больницу онлайн. Временная лечебница была построена всего за 9 дней в стенах Всемирного выставочного центра и сможет отместить около 4 тысяч пациентов. Я был одним из тех, кто переболел ковид-19 в лёгкой форме. Но для некоторых это будет гораздо труднее. Я испытываю большое облегчение, что теперь каждый может быть уверен, что получит всю необходимую медицинскую помощь и все шансы вернуться к нормальной жизни. Сегодня стало известно, что премьер-министру Борису Джонсону не становится лучше в течение 10 дней после обнаружения у него коронавируса. Он был направлен в больницу для прохождения лечения. Источник, близкий к руководству Национальной службы здравоохранения Англии, сообщил, что больному будут проводить искусственную вентиляцию лёгких. Если его состояние ухудшится, министр иностранных дел и первый государственный секретарь Доминик Рааб возьмёт на себя ответственность возглавить правительство. В Китае за минувшие сутки сообщается о 39 новых случаях заболевания. Из них 38 завезённые из других стран. Один пациент скончался. 78 человек пополнили списки бессимптомных больных. Из них почти половина прибыли из-за рубежа. Такие данные опубликовал Госкомитет по делам здравоохранения КНР. В целом в Поднебесной зарегистрирован 951 завезённых случаев COVID-19. Более 250 из которых уже выписаны из больницы. В Китае продолжаются выходные по случаю дня поминовения усопших в Тинминде. В этом году из-за угрозы распространения COVID-19 многие жители прислушались к рекомендациям властей и предпочли остаться дома с тем, чтобы заметно сократить посещение кладовищ. Что касается вопроса диагностики инфекции, то в Поднебесной утвердили 25 видов тестовых реагентов для определения коронавируса. Об этом сообщил представитель Государственного управления Китая по контролю продуктов питания и медикамента. В день в стране производят более 4 миллионов тестов на COVID-19. Тестовые реагенты делятся на две категории. Это тесты на нуклеиновые кислоты и на антитела. Вторые используются только как дополнительные тесты на COVID-19 при подозрении на заболевание и только в том случае, если тест на нуклеиновые кислоты показал отрицательный результат. Либо используются одновременно с тестом на нуклеиновые кислоты для диагностирования. Тест на антитела нельзя взять за основу для диагностирования или исключения заболевания у инфицированных коронавирусом. Его используют только в медицинских учреждениях. Китай продолжает поставлять медицинское оснащение на коммерческой основе другим странам. Экспорт таких товаров растет. За минувший месяц Китай экспортировал медицинскую продукцию на общую сумму 10 миллиардов юаней. Это примерно полтора миллиарда долларов. Об этом сообщили на ежедневной пресс-конференции по профилактике и контролю эпидемии. Вместе с увеличением объемов экспорта принимаются строгие меры по проверке товаров на соответствие стандартам качества, в том числе и государственных импортеров. Фотогост Саргабаева, Айгерим Сулейменова, Хабар-24, Китай, Пекин. В Греции на карантин закрыли уже второй лагерь для мигрантов из-за вспышки коронавируса. Заболел 53-летний афганец в миграционном центре Малакаса, недалеко от Афин. Сейчас его госпитализировали в греческой столице. Сообщается, что карантин в закрытом лагере продлится две недели. Вход и выход категорически запрещен. По периметру установлены патрули полиции. Ранее был закрыт лагерь для мигрантов Рецона в центральной части страны. Там обнаружилось 20 больных коронавирусом. Всего в Греции 1735 случаев COVID-19. 73 пациента погибли. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодняшний день в стране зафиксированы 584 подтвержденных фактов заражения коронавирусом. Напомню, сегодня выписаны еще двое пациентов с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Это девушки 1997 и 1998 годов рождения. Одна из них прилетела 15 марта рейсом Стамбул-Алматы. Вторая контактировала с ранее выявленным больным. Таким образом, сегодня от коронавируса излечились 44 человека. Шесть умерли. Сегодня с 9 часов вечера на карантин закрывается еще один город Ак-Тубе. Приостанавливается движение любого автотранспорта. Городские автобусы будут выходить на маршруты три раза в день. Утром с 7 до 9. В обед с 12 до 14.00 и вечером с 17.00 до 21.00. А в полночь на карантин закроют Тарас. Там общественный транспорт будет работать с 7 утра до 8 вечера. Кроме того, карантинный режим этой ночью ведут и в Карагандинской области. В регионе приостановят все пассажирские перевозки между населенными пунктами. Ограничение коснется городов Абай, Сарань, Тимиртау, Шахтинск, а также несколько поселков Бухаржираусского района. На карантин закроют Тарас. Режим начнет действовать с полуночи 7 апреля. Подробнее об ограничениях в областном центре расскажет Анастасия Сулейманова. Она на прямой связи со студией по телефону. Анастасия, приветствую вас. Какая работа началась в регионе? Расскажите. Марат, приветствую. Состоялся специальный брифинг, на котором как раз официально сообщили о закрытии Тараса на карантин. В связи с этим при Акимате создали оперативный штаб. Работать он будет в круглосуточном режиме. Известно, что в Жамбулской области большинство ограничительных мер уже действуют с 31 марта. А именно введен запрет на въезд и выезд всех видов автомобилей, граждан на территорию региона и областного центра. Исключение составляет транзитный автотранспорт, а также автомобили с продовольственными товарами, лекарствами и производственными товарами для обеспечения бесперебойного функционирования промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Но все товары должны провозиться только по специальному разрешению, которое водителям можно будет получить в местном Акимате. С конца марта также приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, всех объектов торговли непродовольственными товарами, автосалонов и цветочных павильонов. Продолжают работать продуктовые супермаркеты, аптеки, пункты торговли товарами первой необходимости, автозапчастями для сельхозтехники и кормов для животных. Жителям также запрещено посещать парки, скверы, детские игровые площадки и другие места отдыха. Не работают и все дошкольные учреждения. В городе также закрыты рестораны и кафе, но работать они могут только исключительно в режиме доставки еды с 10 утра до 22 часов вечера. Одно, вот отмечу, из новых правил с введением карантина, это запрет на свободное передвижение людей и личного транспорта по территории Тараса. Передвигаться можно будет людям только на работу, обратно, но при наличии справки. Также горожане смогут выходить для покупки продуктов, лекарств и получения медицинской помощи. Ну и добавлю, что вот с полуночи 6 апреля начал действовать карантин уже и в Курдайском районе. Марат, у меня на этом к данному часу вся информация. Благодарю вас. Анастасия Сулейманова сообщает из Тараза, где сегодня будет введен карантин. В Тарбакатайском районе Восточно-Казахстанской области племенным животноводством занимаются более 40 крестьянских хозяйств. За счет госпрограмм фермеры увеличивают поголовье скота и расширяют хозяйство. Только на одной откормочной площадке в селе Екпен сейчас насчитывается порядка тысячи маточных племенных голов. Животноводы готовы полностью покрыть подревности района, а также поставлять качественное мясо в другие регионы области. Житель села Екпен Каирлы Хасенов вместе с братом и животноводцем занялись 15 лет назад. Сегодня хозяйство в регионе является одним из передовых. Фермер признается, дело прибыльное. Стабильно развиваться помогает государственная поддержка. Став участником программы Сабага, животновод в прошлом году получил льготный кредит в размере 120 миллионов тенге. Построил откормочную площадку на тысячу голов. В будущем планирую увеличить поголовье казахской белоголовой. Ведь мы та страна, которая имеет большой потенциал в сфере сельского хозяйства, как, например, Канада и Австралия. Поэтому наша цель – сделать наших племенных бычков мировым брендом. Постоянной работой на ферме обеспечены порядка 20 человек. В настоящее время животных обследуют, вакцинируют и маркируют. Средний живой вес одного быка составляет 300 килограмм. Вес чистого мяса – 150. Надеемся, что наша страна переживет эту эпидемию. Мы придерживаемся принципа доступных цен на мясные продукты в стране. Сегодня у нас есть спрос на мясо из Южно-Казахстанской области, города Шимкент. Спрос есть и с Алматы. Государство оказывает большую поддержку для разведения казахской белоголовой. Прежде всего выплачивается субсидия в размере 20 тысяч тенге на маточное поголовье. Во-вторых, государство платит субсидию в размере 150 тысяч тенге на приобретение племенного быка. Это отличная помощь фермерам. Сейчас многие хозяйства очень заинтересованы в переходе на содержание племенных животных. В Карагандинской области найдена домбра известного акына, певца и композитора Осета Найманбайула. Как выяснилось, старинный инструмент сейчас находится у жителя Балхаша Шалганбая Кашканбаева. Как сто лет назад домбра оказалась в промышленном городе, расскажет Марина Золотарева. По словам Шалганбая Кашканбаева, эта домбра попала в их дом из рук самого Осета Найманбай-Улы. По семейной легенде, отец Аксакала в 20-х годах прошлого века возвращался с Каиндинской ярмарки вместе с сельчанами и остановился у родника. Там отдыхал Акын, наигрывая на домбре. Мужчина славился красивым голосом и подпел Осету, за что поэт и подарил ему инструмент. Раньше здесь были струны, сделанные из козьих волос. Потом они оборвались, и я заменил их обычными. Крышка домбры тоже износилась. Я сделал из пластика. И домбра зазвучала по-новому. Инструмент хранится у Аксакала уже полвека, а музейные работники даже не знали, что в их городе есть такая уникальная домбра. Сейчас в городском музее 48 тысяч экспонатов. Под инструмент отведена целая секция. Тут есть даже гармонь Шашубай-Акына. Наследие Осета Найманбай-Улы принадлежит всем казахстанцам. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы домбра появилась у нас. Мы планируем уговорить владельцам передать инструмент музею, нашему или столичному, чтобы уникальный экспонат могли увидеть все. Домбру с широким корпусом в виде лопаты и коротким грифом искусствоведы называют восточной. Считается, что она мелодичнее западной. Этот инструмент сделан из цельного кедра, сбоку еле заметна надпись. Имя Осета выведено арабской вязью. Однако ученые говорят, что первообладателя домбры можно установить только после специальных исследований. Марина Золотарева, Василий Савкин, Краганинская область, Хабар-24. На этом выпуск завершен. О новых событиях узнавайте в наших следующих выпусках. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин